всем привет октябрь латвия красивый солнечный день осенью мы в латвийском городе кудрига такая жемчужина региона курзами красивый старый город ну вот хотим посмотреть тут осенью очень красиво но в любое время года красиво средневековье везде городок небольшой этот тысяч 12 жителей такая прогулочная улица кстати здесь мы заметили разница в холоде что здесь чуть-чуть прохладнее чем возле моря осенью наоборот у нас море греет и здесь это 50 километров от города вэнспилс вглубь страны и вот уже чуть-чуть другой климат а летом наоборот значит у нас прохладнее из-за того что свежее море охлаждает а здесь в глубине страны тогда где чуть-чуть сейчас выходной многие приехали магазинчик с душой вязаные вещи так повешены такая реклама как спокойно приятно с 18 века вот 1700 года он до сих пор жила дом наверное не ошибусь если скажу что кудрига это самый латышский город в латвии ну по национальным состав такие средневековые кафешечки не великов ремонт куда и классные такие внутренние дворики средневековые такие такого стиля на видишь сарач что вот уже на подзорок очень главная площадь старого города авто поезд вот красивый дом здесь памятник 1 эвалс валтерс латышскому деятелю помню еще фильмы снимок твердок здесь обычно фонтаны летом уже выключены сейчас вот на этой платформе но здесь это уже думал по моему кубик 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 называют еще латвийская венеция или так потому что ну вот так она красиво на воде таки водопады такой такой средневековый здесь так красиво красиво живой музей а потом гулять да пусть и так с курсоводами что-то рассказываю такие дворы классные ну и конечно само мы считаем само собой разумеющиеся но кулдыг самый широкий водопад в европе у это латвийский университет но отделение по вот эти потоки красавчики чисто семьей так осенью решили потому что не так часто осенью что в солнце желтые листья они лил лысые деревья и довольно теплая погода там плюс 13 или как поэтому решили проехать наверное многие решили так приехать в кулдыг по там людей на улицах есть вот церкви тут такой арфу поставить ну не какая настоящая думаю так чисто прикол поставить да красивая погода наверно есть две такие симпатичные небольшие города в латвии куда все едут и гулда и кулдыг и все небольшие города но такие эстетичные и красивые осенью или но когда хорошая погода о красивый да он мост река лента которые у нас в инспорции втекают в море 50 километров в древних времен так мельница была что ли у нас есть это но и в в в в в очень красиво да 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 но если с лякостно значит грибы будут любим листья осенние желтые искусство делаю и фоточки все до осенние листья красиво то у нас и солнышко светит ну вот он самый широкий водопад европы ну по ширине конечно невысокий красиво он то сейчас уровень воды спал он там люди даже немножко там до полрехи гуляет кафешками с видом на водопад музей на месте бывшего замка замок средней коми о рамку для фоток красиво получается что люди подошли было бы шикарно так и парк замка о фонтан включили на выходные хорошая погода много гостей в городе вот часть парка беседка такая дом охранника лдыгского замка 1735 год вот видно вот этот водопад с моста все в наушниках значит не местные мы не из латвии видела все в наушниках значит не местные бухи видишь у каждого аудиогид кафешка возле водопада ой там открыли не было ли вот там это кафешка так ну и спустимся к самому водопаду с этой стороны с главной бурка вы сколько людей ну вот обошли там замок где мы были но зато место замка мост ехохо ой зил ! из зилоса цыспринма резюме да я да 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 пусотре жюра да ну да 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 вот тут водопад можно подойти рыба прыгает летом как-то помнить девятнадцатого ли вы какого-то года вы тут сидели как в ванне ты садишься это как душ на тебя льет там не глубоко а может по поезд или как-то так сейчас уровень воды опустился поэтому через здесь можно все пешком мести как для река обычно и прогулочная тропинка вокруг вокруг водопада и к пляжу здесь спасатели дежурит как раз напротив пляж вот здесь такая маленькая зона где вот купаются есть такая зона отдыха красно против реки мы хотим сейчас прийти на высокую башню вернее новую смотровую башню которая есть кулды и оттуда красивый вид там башня кстати возле башни перед ней там бесплатный туалет хороших с каждого этажа свою ведь вы как страшно идти ну вот вот там старый город и в эту сторону тогда 50 километров море где мы живем город венскелс но если это было бы так опасно тогда там стоял дежурный вот тогда башня пошатывается слегка вид отсюда все алина алина увидела вид кулды икса 19 века традиционный сад у дома ну как он выглядит такой традиционный сад а это сделано специально для посетителей такой кошара большая черри детский парк главные города пришли не только детский там эстрадой так розы еще стоят на городская эстрада да это красивое дерево о ребята на этих скутерах прыгают вернемся к и и и и и и и ну какая душевная беседочка здесь что-то активно реновирует совершенно это такое красивое здание не знаю что это будет а дату фабрика фабрика игл но это что-то новое не строят может здание когда-то было будет использоваться как-то ну что мы погуляли сегодня сколько шагов нас агали кушать хочет 15000 ну вот так что вот такой красивый денек осенний свежок погуляли красоту посмотрели устали немножко о а тут я не видел цветами написано кудыга тире пилс это 100 город арс 2 целый с душой кудыга город с душой написано на девиз венспелс это венспелс это город с завтрашним днем а кудыга город с душой да да точно ну вот так всем спасибо что мы побыли вместе с нами все и и и Субтитры подогнал «Симон»